Начнем со страшного ЧП. Вчера в Улан-Удэ убили женщину, в этом обвиняют ее бывшего мужа. По данным следствия, 35-летний нетрезвый мужчина встретил свою экс-супругу на улице и между ними завязалась ссора. От полученных повреждений женщина скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. На допросе обвиняемый полностью признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Еще одно убийство произошло в селе Курумкан. Двое друзей распивали спиртные напитки и начали ссориться. Один из мужчин схватился за нож. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия от обильной кровопотери. Задержанный мужчина полностью признал вину. Ему избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В следственном управлении отметили, что обвиняемый 51-летний мужчина уже не раз был судим, в том числе за убийство. Улан-Удэнские приставы забыли проиндексировать размер выплат алиментов и задолжали двум детям 230 тысяч рублей. После обращения их матери прокуратура провела проверку. Своевременно не осуществлена индексация алиментных платежей, пропорционально росту величины прожиточного минимума. В связи с этим прокурор района внес представление в службу судебных приставов, по результатам рассмотрения которого задолженность в полном объеме погашена. Улан-Удэнцы больше не будут выбирать депутатов Горсовета. По крайней мере, половину из них парламент планирует перевести на смешанную систему. Сейчас все 30 депутатов избираются по одномандатным округам, то есть все они проходят через всенародные выборы. Теперь же планируется, что 15 из них будут проходить в состав Горсовета по спискам политических партий. Соответствующий законопроект рассмотрят на очередной сессии Народных Урал. Напомним, выборы нового Совета Лондонского Горсовета состоятся 8 сентября 2024 года. В Бурятии создали медицинские чаты для помощи пациентам. Они появились в Телеграм. Всего запустили три чата для жителей Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов, а также для пациентов из районов Бурятии. В специальных медчатах жители могут сообщать о своих проблемах при получении медицинской помощи, а также получать компетентные ответы от представителей медорганизации в течение двух часов. Сообщения в чатах принимают с 8 до 20 часов с понедельника по субботу.